Продолжение следует... 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 Многие из тех, кто принимал участие в выборах, быстро расчаровывались, потому что не ожидали, насколько трудно бывает не только выиграть выборы, но и потом на протяжении нескольких лет, подчеркиваю, безвозмездно, ежедневно выполнять работу, находясь под пристальным вниманием, порой под градом критики, зачастую встречая сопротивление со стороны исполнительной власти. Очень важно понимать, что избиратели, которые поверили вашим обещаниям и отдали вам свои голоса, будут ждать и требовать исполнения всего того, о чем вы говорили перед выборами. Первое, что нужно сделать из личного опыта, чтобы добиться успеха в этом направлении, это стать узнаваемой личностью. Обязательно. Люди голосуют за тех, кого знают, кому доверяют. Так что к выборам нужно готовиться заранее. Вам нужно определиться с избирательным округом, от которого вы будете избираться и найти в нем для себя помощников, которые имеют авторитет и влияние на жителей. Огромную помощь в этом окажут председатели ТОСа, потому что это люди, которые знают о всех проблемах, которые... Что такое ТОС? Это товарищество... Не волнуйтесь. Спокойно, да, спокойно. Все очень рады слышать вас. Вам будут полезны знакомства с ними и предварительные встречи, на которых вы можете определить наиболее острые проблемы, которые волнуют жителей. И если вам на предварительном этапе удастся что-то из этого списка сделать, это очень хорошо. Это запомнится всем избирателям. И приходя на избирательный участок, они откроют большой список и в этом списке увидят вашу фамилию. И скажут, а, я ее знаю, к примеру, она там помогла наладить освещение на детской площадке. Поэтому это очень важно. И, соответственно, вам отдаст свой голос. У жидческих предпринимателей обычно есть возможность оказывать благотворительную помощь. Это тоже поможет вам стать узнаваемой, обрести репутацию человека, который что-то делает, а не только говорит. Все это нужно делать заранее. Сейчас есть еще это время. Не нажидайте с начала избирательной кампании. Тогда к моменту начала избирательной кампании у вас тоже будет очень прочная основа. Вам нужно уделить время информационной работе. Сейчас это основной способ привлечь внимание избирателей. Изучите средства массовой информации, которые в вашем муниципалитете. Это газеты, радио, местное телевидение, группы в социальных сетях, популярные паблики, имеющие большое количество подписчиков в вашем районе. Небольшие, но регулярные публикации помогут потенциальным избирателям побольше узнать о вас. И еще очень рекомендую посмотреть свои социальные сети. Имейте в виду, как только вы заявите о своем желании баллотироваться, на вашей странице хлынет огромный поток не только интересующихся вами, но даже и недоброжелателей, и конкурентов, которые будут искать любой повод для критики. Удалите информацию, которая может быть неверно истолкована. Сделайте страницы открытыми, наполните их содержанием, которое поможет людям понять вашу позицию и жизненный настрой. Помните, что участие в выборах в команде единомышленник всегда облегчает задачу. Если вы найдете для себя таких людей, это очень хорошо. Это должны быть люди, пользующиеся авторитетом, возможно, ранее избранными, избранные депутатами. Обычно в рамках избирательной кампании организуются встречи с избирателями, куда идут кандидаты. И вы можете присоединиться уже сейчас к этому процессу, имея хорошую поддержку от своих коллег. Вы можете пойти по партийным спискам или как самовыдвиженец. Это совсем не сложно. Как самовыдвиженец вы должны собрать определенное количество подписей. Это примерно так, как мы будем голосовать за Владимира Владимировича. Я не призываю, я просто рассказываю. Хотя призываю, конечно. Нельзя, да? Сегодня мы не призываем. Нет, все, мы говорим, да. Я привела просто пример. Количество подписей зависит от жителей в вашем муниципалитете. И в каждом округе, и от количества мандатов, которые будут выданы. В моем округе было 5 мандатов, и на них было 14 человек кандидатов. Это очень значительно. Причем не все кандидаты понимали, что они пройдут выборы. Я проходила по партийным спискам. На тот момент я не являлась членом партии. Но это возможно. Кстати, сам сбор подписей – это отличная возможность непосредственно пообщаться с людьми. И не теряйте эту возможность. Один человек подпишется в листе и обязательно расскажет еще пятерым-десятерым. И так по возможности это будет максимальное количество людей, которые о вас узнают. Пройти как кандидат по партийным спискам, наверное, проще. Но имейте в виду, что в «Единой России» вам нужно будет пройти праймерис. То есть добиться, чтобы на предварительном голосовании за вас отдали свои голоса выборщики, они называются. То есть изначально. Как правило, это самые активные работники бюджетной сферы. Так что в рамках подготовки к этому мероприятию обратите внимание именно на эту категорию избирателей. Обратитесь к руководителям учреждений, познакомьтесь с коллективами. Найдите подход. Еще хочу отметить, что максимальная открытость и осторожное отношение к обещаниям очень важны в ходе избирательной кампании. Не нужно давать невыполнимых обещаний. Нужно иметь представление о ваших возможностях и о возможностях муниципалитета. Как показывает моя практика, 99% проблем, которые волнуют избирателей муниципалитетов, это проблемы с ЖКХ. И большая часть этих проблем связаны с финансированием. Вам важно понимать, что за 5 лет многие из этих проблем, которые не решались с десятилетиями, так и не найдут средств финансирования. Это реально. Да, это практика такая. Берите на себя только те обязательства, которые вы в состоянии выполнить. Иначе вы окажетесь с постоянным прессингом и негативом. Выполняя свои обязательства, всегда можете сказать, что сделано и что было обещано. И что не обещали. Потому что очень часто бывает, когда идут на выборы и дают просто нереальные обещания. А потом все очень плохо. В завершение хочу еще раз сказать о том, что депутатская работа на самом деле это ежедневный труд. Вы получите дополнительные возможности и влияние как депутат. Это правда. Но вместе с ними и огромное ответственно. Нельзя будет просто потом махнуть рукой и сказать, а, и так сойдет. Ведь вам доверятся избиратели. Вам нужно представлять их интересы, добиваться от властей выполнения наказов. Внимательно изучать все документы, которые будут рассматривать. Совет для принятия решений проводить личные приемы раз в месяц как минимум. А то и чаще, если заранее подаются просьбы о встрече, заранее записываются. Все это требует нервов и времени. Правда. Но для нас, женщин, у которых на плечах семья, дом, бизнес, вообще нет ничего невозможного. Так что желаю удачи. Добрый путь. Спасибо. Спасибо, Светлана. На втором деле депутат для вас. Второй вопрос. Какой основной вид вашей деятельности? Так как депутатство... Ну да, это не... Ну, если честно, я не рассматривала, вот прям, чтобы очень хотела. Было предложение попробовать. Я не отказалась, не жалею. Было сказать, что легко? Нет. Потому что очень много было кандидатов. Я занимаюсь этим, знаете, общественной работой. Это благотворительность. Общественная работа. Что дает, что дает, что дает, вы знаете, еще больше уверенности, чувствуешь себя нужной. Есть моменты, которые вот на днях ко мне обратились, случайно встретили в коридоре больницы и сказали, ну не можем, ну спасите, помогите. И одним своим словом человек сказал, вы знаете, нам никто не мог помочь, а вы нам помогли. Это вам, это дорогого стоит, да. Это дорогого стоит. И таких моментов очень много. Есть моменты, которые, ну, приходят, дайте денег. Ну, и такое бывает. То есть к этому нужно быть готова. А чем занимаюсь? Строим высотки. У меня строительная компания, жилой комплекс на Красной в городе Ейске. Что еще? У меня прекрасный ресторан. Ресторанный бизнес, да. Вот. Ну, в принципе, и все. Спасибо. Спасибо. Начальник отдела по связям с общественностью Центра поддержки предпринимательства Хромцову Александру Александровичу. Его мы уже давно знаем. Он у нас с первого проведения нашего мероприятия. Мы с удовольствием его всегда слушаем. И сейчас надеемся на то, что мы услышим много нового, посвященного нашим детям. Пожалуйста. Всем добрый день, милые дамы. Рад вас приветствовать в этом прекрасном здании. Часто в нем я его прохожу. И все время хотелось заглянуть внутрь. Потому что знаю, что это дореволюционное здание, которое, кстати, принадлежало предпринимать. Такому же, как большинство из вас, которые занимался. Если мне не изменяет память, то, по-моему, столярным делом я продавал мебель на красный выпис. Вот. Прежде чем мы с вами начнем, еще раз представлюсь. Мое имя Александр Хромцов. Начальник отдела по связям со общественностью Центра мой бизнес Краснодарского края. Кто слышал о поддержке, поднимите руку. Хорошо. Кто слышал о Центре мой бизнес конкретно, если мы с вами говорим. Отлично. Давайте так. Прежде чем я начну спич, доклад, как хотите, это позиционируйте. В общем, прежде чем я начну доносить до вас информацию, я хочу понять, с кем я буду общаться. Поэтому поднимите, пожалуйста, руку. Кто предприниматель? Все, да? Отлично. Ну, логично. Социация женщин предпринимателей включает в себя предпринимателей женского округа. У кого ИП? Так, большая часть. Окей. Общество с ограниченной ответственностью присутствует здесь. Есть, меньшая часть. И самозанятые. Так. А кто не поднимал руку, поднимите. Есть такие. Так, а вы кто? А вы предприниматели. А вы предприниматели, люди, которые задумались о том, чтобы открыть. Ну, давайте я возьму за составляющую своего доклада две водных. Первый – это вы, как бизнес с женским лицом. И второй – это ваши дети, которые, я уверен, рано или поздно не все, но большая часть из них задумывается о том, что я не хочу работать на дядю или тетю, в вашем случае на тетю работаю, вот, а хочу работать на себя. Хочу открыть свой стартап, может быть, там, шауруму, СТО, ноготочки или еще какой-нибудь вид бизнеса. А может быть, они будут заниматься чем-то более крупным, там, агроколдным. Мы не знаем, чем будут заниматься наши дети, мы планируем, но в итоге у нас нету итогового решения, чем будет заниматься мой ребенок через 5, 10, 15 лет, либо, там, дней, в зависимости от того, сколько ему лет. Директор средней школы. Номер 5 Каневского района Веретели Натальи Николаевны. Тема ее выступления – профориентационный минимум, новый вектор развития трудового воспитания молодежи на основе традиционных ценностей. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Добрый день, дорогие друзья, мне так сегодня хочется вас называть, потому что коллегами мы, наверное, все на работе, а в этой техникурской компании мы с вами, наверное, все просто друзья. Извини, я не понимаю, я буквально. Скажу все. Коллеги, всем спасибо, я свой контакт оставил, я проехал в нашу, мне сегодня еще выступление, поэтому всем спасибо, до свидания. Наши ученики, родители ничем не отличаются от этого цветка. Абсолютно. Он, как и все мы, делает, и мы с ними в равной степени. В каждом из нас есть что-то особенное, такое уникальное, что делает нас неповторимыми. Вот этот цветок. Давайте только на секунду представим, что дети – это цветы. Или наоборот. Жизнь в современной школе, вот она настолько многослойна, многогранна, и зачастую ставит перед нами вот такие вот сложные, непростые моменты. Наверное, у вас тоже есть дети, вы с этим тоже сталкиваетесь. Кому-то неинтересно в школе, да, кому-то страшно. Кто-то не знает, как поступить. Кто-то не знает, кем стать. Кого-то не поддержали вовремя. Кого-то обидели. Кому-то просто не сказали доброе слово утром. Что может получиться? Жизненная энергия наших детей, она иссякает. Нерешенные задачи могут стать причиной равнодушия. И вообще сломать дух ребенка, да, вот просто он, ба, и станет нецем. И когда человек, даже самый маленький, сломан, действовать эффективно, и решать какие-то вот такие большие глобальные проблемы, которые сегодня, на сегодняшний день на него наваливаются, становится очень сложно. Так вот, поддержать их, это вот наша с вами задача. Задача учителей, педагогов, ну и руководителей образовательных организаций. Я директор самообычной сельской школы в Каневском районе, в которой обучается 710 детей. Вот, каждого из которых я должна понять, принять, поднять. И на сегодняшний день работаю над тем, чтобы школа им была нужна, важна. Я не знаю, как будет выглядеть мир через несколько лет, но уверена, что готовить какой-то определенной профессии на сегодняшний день бессмысленно. Сейчас знания и навыки являются главными для современного человека. Ну, все знаем, что произошли изменения в законе образования, в части трудового воспитания. Так вот, образовательная организация, которая является руководителем, она строила свою модель уже несколько лет. И мы ее построили на основе сетевого взаимодействия с нашим Каневским аграрно-технологическим колледжем, который находится в шаговой доступности, и Кубанским государственным университетом. А сделали мы это в связи с тем, чтобы все-таки привлечь детей к аграрной специальности в сельской местности и все, что с этим связано. Потому что очень многие дети думают, что работа на сельской местности – это всегда руки где у нас, в мазуте и так далее. Но ведь информатизация – это уже совсем далеко не так. И инженерные профессии выходят, в принципе, даже на самый первый уровень. Потому что Кубань, мы знаем, да, житница России. Что самое главное, чтобы ребенок, важно понимать не там, где он будет работать, и кем он станет, а сделать первую профессиональную пробу – сделать выбор для себя. Кем мне стать чуть-чуть в будущем. Чем интересна наша модель? Она вот как конструктор. Состоит из модулей, в рамках которых строится работа. А вот мероприятие наполняет сама школа. Очень важно при этом сохранить ее имидж, индивидуальность, так сказать, своеобразный бренд. Ведь у каждого предприятия есть бренд. Правильно? Так вот, у школы номер 5 в Каневском районе есть тоже свой бренд. С этой компанией расскажет, над чем интересным они работают. Именно для развития молодежи. Что сегодня делает наша кинокомпания, чтобы не вот те фильмы, которые мы зачастую на центральном телевидении смотрим с вами, да, и возмущаемся, чему они могут воспитать молодежь. А что они делают для того, чтобы все-таки воспитать правильно молодежь. И нам было родителям, и бабушкам, дедушкам легче эти вопросы решать. Пожалуйста. Мы представляем полностью кинопроизводство на территории нашего Южного федерального округа. И принимаем с большим радушием и удовольствием все кинопродакшены из Москвы, которые приезжают сюда к нам либо на досъемки, либо на производство полного цикла. Деятельность у нас достаточно активная. Мы снимаем сериалы, полный метр, рекламу, документальные проекты. Только за 2023 год мы сняли несколько сериалов для таких платформ, как Иви, Нежность 2. Мы принимали участие также в Теорию больших денег. В 2022 году мы принимали участие в киносъемках фильма «Чебурашка», который известен абсолютно всем. Да, имели отношение к апельсинам, к технике, к локациям, к актерам массовых сцен и второго плана. Это тоже работа нашей команды. Мы теперь можем с гордостью рассказывать об этих увлекательных, непростых и действительно потрясающих съемках, которые проходили у нас в Южном Блоке, частично в Абхазии и частично в городе Сочи. Также мы снимаем активно для телеканалов «Домашний». Снимали в прошлом году «Сказочный сон». Снимали сериал «В Дагестане. Семь черных бумаг». Очень большой блок заняли, было уделено тоже там молодежи. Мы костинговали и много молодых людей Краснодарского края приняли участие в этих съемках. Любить свою родину и сменить приоритет потребления на приоритет созидания. О развитии профессиональных компетенций у подростков расскажет нам руководитель Центра профориентации, профиком, бизнес-психолог, семейный психолог, победитель грантов социальных проектов по профориентации, партнер Союза женщин Юго-России Ольга Васильевна Сергеевича. И для всех женщин красивых и неравнодушных я немножко о себе расскажу. Я 12 лет занимаюсь профориентацией, да, подростки – это вообще моя целевая аудитория. Это вот депрессия, всякие стрессы там у них, сколько ручек, выводимые, и состояние профилактики суицида, зависимости, но это уже более глубоко, индивидуальная такая программа. По поводу вот того, что побуждать в России, да, оставаться, любить Родину и там профессиональные компетенции, ну, как можно научить подростков любить Родину? Ну, я хочу сказать, что, наверное, я все-таки патриот Родины сама, потому что у меня бабушка до Берлина, как говорится, дошла, и вообще я жила в Сибири 49 лет, поэтому все для Родины, для Победы, два детских сада, построила с нуля, была заведующей детским садом, в 38 лет я поняла, что я как будто бы, ну, не живу в своей жизни, то есть я думаю, почему женщины столько работают, вообще кто придумал в 2 часовой рабочий день, вот, и я ничего не вижу, кроме работы, и я, знаете, с волевым решением ушла в должность заведующей детским садом, то есть как вообще родилась вообще идея именно Центра профилитации. Ну, так как я педагог от Бога, я воспитателем 9 лет, я проработала заведующей 9 лет, я лежала и, честно говоря, прямо умирала, потому что я не знала, кем мне быть. То есть этот вопрос я прямо, ну, кем мне быть. Я закончила накануне, как бы, предъявил свою программу фрагических кадров, смотрела на этих предпринимателей и думала, ну, я вообще как бы, вот, я в социальной сфере, да, мы пережили, мы зарплаты, мы жили всякое разное, но я любила настолько свою работу воспитательную, что я даже не задумывалась о том, что мы просто там, ну, на греческой войне, грубо говоря, да, и вот поэтому пойти куда-то, я смотрела на своих подруг, которые идут на рынок торговать и стоят в этих, ну, страшных парнях, какие-то, ну, вот это, я не могла вот, как бы, вот, выйти, я понимала, что я не смогу ничем заниматься, кроме как в социальной сфере. И вот, когда я, я вот не спала до пяти утра, пошла, значит, встретила своего однокашника с президентской программой, говорит, Оля, что такое? И она не видела таких потухших глаз, я говорю, я не знаю, кем мне быть, что мне делать. А он говорит, есть такая тема, профориентация. Что за профориентация? Знаете, сейчас не говоря, я даже не поняла. Потом встретила вторую коллегу, и она говорит, что ты понимаешь? Придумай сама себе работу и работай. Есть типа программы самозанятости, отрезанятости. Я думаю, почему мне никто ни разу не сказал про эту самозанятость? И я взяла, знаете, выпила снотворную таблетку, улегла спать, утром в 5 утра встала и написала проект прямо по самозанятости. Это профориентация, помощь в выборе профессии. Честно говоря, вообще это было, ну, непонятно про что. И я защитила этот проект, потому что он был в Улан-Уте в городе, Улан-Деяль, родилась, жила, и он был самый такой, они, конечно, удивлялись, у меня такая зарплата, 14 тысяч заведующих, и вы знаете, говорю, ну, такая у тебя не назначает. Вот, и я получила господдержку и открылась в центре профориентации. Я когда говорила, я думала, это такую классную тему, вообще сейчас все побегут профориентацией заниматься. Все начнут прямо родители, говорили, господи, слава богу. Ну, ничего подобного не оказалось, и мне пришлось прибивать целую бетонную стену, то есть ходить по этим школам, рассказывать про профориентацию. Потом я участвовала в разных приемных комиссиях, помогала, меня нанимали, вот, потому что есть такая проблема, да, дети, которые сидят, и у них есть возможность получать два раза образование, и вот один мне директор индустриального технику, он сказал, Оля, слушай, я задолбался ходить по судам, ну, как бы, пожалуйста, сделай так, чтобы участие, не все идут ко мне в техникум, я хочу, чтобы они хотя бы рассеяли, ну, по другим, да, техникумам. А как это сделать? Только при помощи профориентации. Вот именно тогда, вот, как-то, я не знаю, ну, может быть, это профессиональный, педагогический опыт, да, я вот прям по чуйке тестировала их там, да, и перенаправляла, то есть они были довольны, что они уходили. Приемная комиссия просто вздохнула, ну, потому что, ну, как бы, в этом году поступили только те, кто должен учиться в этом техникуме, ну, то есть, как бы, по призванию, по предназначению, вот. Ну, и дальше больше. Потом, естественно, гранты я начала выигрывать. И когда я поняла, вот, знаете, вот, раньше высшее образование это было как панацея, как будто бы, да, вот, все, типа, школа, вуз, работа, ну, как бы, и все, да, этот социальный лифт, и больше никто ничего не видел. То есть люди готовы были вкладываться в репетиторство, да, прямо огромные суммы, да, почти чуть ли не каждый предмет. Это, я, кстати, вообще хочу вам сказать респект, потому что я увидела такого директора просто я в восхищении, честное слово, и дети вы еще учите других людей также смотреть на эту жизнь, потому что это сфера образования, она очень такая важная. Так вот, на чем я хотела? Потеряла мысль, потому что я хотела сразу сказать человеку такие слова благодарности. Я просто, ну, вот, раз я со школами работаю, да, как Лавковский говорит, это вот, школа – это неизбежное зло, его надо пережить, но я сама знаю, что такое поведение, когда быть учитель, я знаю, что такое, когда, там, бойкотировано, особенно лидерскими качествами обладаешь, когда смотришь на мир другими глазами, ну, там другие времена, вот, слово пацана, кстати, тема – это наша, моя молодость, да, и все такое. Поэтому, конечно, по поводу подростков, и я вообще сама выросла, скажем, в такой хорошей семье и училась в прекрасной школе, там, Проспект Победы, элитная такая золотая молодежь, и мне так хотелось уйти от матери, а уйти от матери можно было только каким способом? Ну, это куда-то поступить учиться, а в 90-м годе не надо никуда идти учиться, потому что развалилась вся страна, и единственный способ – это выйти замуж. Ну, естественно, как бы, никто не говорил, что выйти замуж – это не напасть, раньше лучше тоже не бывает, ну, короче, прикурила по полной, но, тем не менее, я не жалею, потому что я закончила 11, ну, вот, после 11 класса – 5 класс, после 5 класса я, естественно, родила ребенка, и вот через 2 года я ушла на работу в детский сад, где была развивающая программа, вот, и получается, ну, потом это побудило у меня, мой ребенок, и все остальное, это закончить с красным дипломом училища, после красного диплома училища поступить уже на педагога-психолога. И в 29 лет мне уже предложили должен заведующий детский сад. Тут я всегда рассказываю подросткам, что есть пространство вариантов, то есть моя задача подросткам рассказать несколько каких вариантов, от самого хренового до самого какого, да, и то есть каждый будет готовым, поэтому моя задача вот именно снизить вот эти страдания, да, скажем, чтобы вот переживания, я являюсь региональным представителем церковь тестирования МГУ, и, кстати, вот у них тесты, которые проходят, я не знаю, что школа уже берет будущее запущено, программа, 98% точности, он просто это выведет профессиональные компетенции, этот тест помог лично мне как матери, потому что когда я, у меня младший ребенок, и я ее каждый год рекомендую в предпринимательстве в пятый класс, в седьмой, восьмой, допустим, тогда в девятый, ну, в три раза проходить трех этапах, потому что вот каждый год я ее тестировала, я просто смотрела, что у нее меняется, как интересы. Естественно, она у меня попробовала все профессии, какие можно, и в баскетболом она мне профессионально 6 лет занималась, и в кино она снималась, и визажист, и на видеооператора, и на фотографии выучилась, и журналистикой, то есть и в кино снималась, и, короче, я все, что понимала, что нужно развивать профессиональные компетенции. То есть это помогло каким образом? Я ее после девятого класса однозначно забрала со школы, потому что я не хотела сама переживать этот стресс, мне нафиг это не нужно было, и ее, естественно, забрала, я ее отправила в соседнюю сутку, и она поступила учиться, и была в общаге. Я считаю, что подростковый возраст, это тот возраст, когда ребенка надо сепарировать максимально от себя, и дать возможность ему удариться об эту жизнь как есть, потому что они у нас выросли, ну, она выросла в хорошей квартире, мне дочка старшая говорила, ты бананы жрешь святками, а я с тобой делилась, и раз в неделю там мать мне там выдавала, потому что мама жила без зарплаты, всякое разное. Понятно, 12 лет разница между детьми, это совершенно две разных планеты, у меня сейчас два внука, да, и вот получается 92-й, дочка 2004-й, ну, 14-й год, и еще 22-й. Это четыре разных планеты, я как педагог вижу, как меняется вообще, да, сама личность вообще, и все, вот, и поэтому, когда я ее отправила учиться, мне муж говорит, почему ее в общежитии, Оля, как она там, я говорю, не знаю, мне пофер, потому что все, пусть она как хочет, так и выруливает. В итоге это помогло действительно и выживать, да, в общежитии-то, и надо и встать вовремя, и душ там принять, и взаимодействие в комнате, и это ее очень многому научило, она мне говорит, я тебе так благодарна, что ты меня выдернула, допустим, с гора Руландэ, это все-таки из той среды, где, ну, естественно, там не очень, как бы такой контингент, и Иркутска, и вот после этого Иркутска, то есть она что, она уезжает в Питер, после Питера она уезжает сюда ко мне в Анапу, тут ее уже берут с руками с ногами на телевидение, сейчас она мне уехала в Корею, там был контракт, и сейчас она опять вернется в Анапу, и она говорит, я пойду еще дальше, то есть я, понимаете, я не беспокоюсь за своего ребенка, то есть самая задача наша родительская, это научить ловить рыбу, а не накормить, понимаете, то есть как бы, и вот я вижу, как бояться, да, вот этих подростков отпускать, поэтому я думаю, что трудовое воспитание однозначно надо вернуть, мы выросли на картошке, которую копали, мы ездили в лагерь труда и отдых, и это нас объединяло, то есть вот эти, у нас есть группа ребята нашего двора, и я вспоминаю, вот это, да, с любовью, когда мы действительно, нас объединяет, мы коммуникации, нам нужно взаимодействие, мы с людьми должны взаимодействие, сотрудничать, и общение, и вот то, что ребенка после 9 класса не боятся справиться, куда-то учиться, потому что он научится общаться с другими людьми, в других условиях, как бы, и, ну, это личный мой опыт, я вижу, кто берет, вот мой опыт за основу, у них, как бы, очень много благодатных, у меня более 6 тысяч подростков, которые предъявили в этой песне, поэтому, что я хочу сказать, я, конечно, думаю в идеологии государства, потому что государство 3 четвертых населения, оно нуждается в управлении, то есть нуждается в каком-то, ну, куда-то мы должны идти, то есть мы должны понимать, куда мы ведем свою молодежь, и я думаю, что социальная сфера, то есть все равно какая-то идеология, то, что вот семья, семейные ценности, не надо бороться с ЛГБТ, нужно половое воспитание, сексуальное образование, то есть это семья, это ценности женщины, ценности мужчины, то есть сейчас заново будут это возрождать, кстати, Сивенковец, Сивенавы, как высокая эффективность, семьи, классная книга, я ее, а, книгу вообще даже родителям подарок дарю, чтобы они, какие-то семейные традиции, да, то есть и папа, чтобы участвовать, сегодня даже спросила, но он говорит, я просто деньги в семью приношу, я не воспитываю своего ребенка, а папа это очень важно, да, как бы для девочки, для мальчиков, то есть у нас мальчики, чтобы мальчики не были, девочки все-таки девочки, у меня консерватор в этом плане, конечно, хотя и были в советское время случаи, но они все равно минимальные были, а сейчас, конечно, не хочет, я очень болею, потому что молодежь, и, естественно, ну вот эта самореализация, вопрос реализации, он очень важен, и профессиональные пробы, есть лагерь профессионального будущего, то есть они там, ну, смены какие-то заканчивают, они пробуют себя в профессии, действительно пробовать больше себя в разных областях, потому что когда ты навыки имеешь, вот эти, особенно работа в команде, проявлять инициативу, системно мыслить, межпрослевая коммуникация, потому что нет такого, что ты вот в IT-сфере, допустим, их нужно в строительстве что-то соображать, да, то есть мы все равно вот должны быть такими, скажем, более гиппыми, я вот как профориентолог скажу, что глобализация процессов в экономике, она уже давно идет, будут большие компании, и будет именно малый и средний бизнес, то есть это однозначно, мы будем сами себе придумывать работу, и на ней работать, и когда я всегда под подростками стала в этом направлении профориентационно работать, я всегда понимала, что им мало очень профориентации, привезла тренинг, осознанный выбор профессии, в смарт-курсе я ездила тоже в Москва, финансовая грамотность, коммуникация, позиционирование себя в группе, самоорганизация, ну, самоменеджмент, самопрезентация, навыки публичного поступления, работа с информацией, эмоциональный интеллект, то есть вот эти тренинги, я три года прям очень успешно, до ковида, ну, как бы, то есть когда вот у нас уже потом закрыли ВИЛА, потом они уже не хотели в онлайне это делать, а так как я переехала, вот я сейчас, чем я могу вам полезно, сразу скажу, вот чтобы минимизировать, чем мне заняться, женщины ко мне стали обращаться тоже, да, чем мне заняться, какой я, помогаю молодым специалистам, допустим, ну, или уже просто, вот у меня есть, допустим, женщина, которая всю жизнь проработала в ФСБ, она сейчас у меня пошла массаж лица делать, короче, ну, помимо массажа лица, пошла к позвоночнику, то есть, как бы она, она, как бы, она работает, она не ушла со своей ФСБ, сейчас я отвечу, она зарабатывает по ФСБ, плюс массажем лица, говорит, у Ли Васильевна 15 тысяч заработала на это меньше месяц, и это было круто, то есть вот, одна родовая стала, да, то есть они, мебельное производство было, то есть найти свое предназначение, то есть болезни, она тоже не просто приходит, и нам через болезни, через тело, через деньги, очень много что показывает, поэтому тема предназначения, она очень важна, и важно, то есть мы для чего-то все пришли в этот мир, и подростки, как раз таки вопросом, кто я, и зачем я пришел, смысл жизни, они этим вопросом задаются, и задаются больше всех, поэтому подростковый возраст, это трамплин, Я вообще хочу, что я хочу? Я хочу вообще взять, у меня есть такой опыт, девочка у меня в 16 лет, пришла, потом 22 года на профориентацию, и я ее увидела, подтестировала, что она очень крутая в плане. Я предложила вести тренинги личностного роста с собой и вырастила из нее специалистов. То есть она у меня стала и тренером личностного роста, и психологом, и сейчас довольно хорошо зарабатывает. Я могу вот таких вот женщин, женщин, мужчин, кто хочет помогающей профессии. То есть мне нужны вот такие люди, из которых я вырастила специалисты, я могу просто наставником в этом центре. Я была воспитатель, потом заведующей, потом сама тренером и психологом, но мне больше нравится именно наставничный, мне кажется, это суперсила, потому что каждый человек должен заниматься именно тем, что у него самое сильное. И вот в плане организации вот таких вот центров, тренинг, профориентации личностного роста, где мы более глубоко, да, скажем, и вот для бизнеса, генерация идей, да, что чем заняться, потому что, ну, как бы, это я могу вот быть порядком. Спасибо. У нас есть молодой избиратель. Мы как-то в первом блоке все это опустили. Бугаева Диана. Поднимись, ага, чтобы все тебя увидели. Значит, она будет голосовать впервые в этом году. И мы хотим ее поздравить. Мама ее специально привезла к нам, чтобы она узнала, что такое избирательное право. Правда? Да. Тебе все понравилось? Да. Ты поняла, что надо делать, как надо голосовать? Да. Умница. Спасибо. Спасибо. Вашего имени огромную благодарность Юрию Николаевичу, это руководителю торгово-промышленной палаты города Краснодара, и через Виктора Николаевича передать эту благодарность. Здорово, спасибо. Спасибо. Мы будем икредит, как пользоваться, если вы разрешите. Да, я хотел бы ремарку внести. Юрий Николаевич возглавлял 26 лет краевую торгово-промышленную палату, сейчас возглавляет его сын Александр Юрьевич. А Юрий Николаевич возглавляет общественную палату. И вы в здании общественная палата. Здесь подразделения остались переводчики лаборатории, но это общественная палата. И мы рады всегда будем видеть вас в дальнейшем. У нас каждый день здесь проходят мероприятия, но то мероприятие, которое я сегодня проходила, я удивленно своим сотрудникам говорю. Столько женщин в одном месте, вот с одной, здесь порядка 50 человек, даже больше. И как мышки сидят, не слышно, и все работает. Тут у нас даже мордобое доходит. Строет все, выходит еще на курсы. Дискуссионная курса. Площадки. Ладно, все устали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.